Здравствуйте, уважаемый зритель! В этом ролике речь пойдет о газонокосилке Фореста LM11. Вы увидите процесс распаковки и сборки изделия. Покупал ее по акции за 2199 гривен. Гарантия 2 года. Коробка была хорошо обернута транспортировочной пленкой. Из-за карантина я не мог сделать этот ролик в формате видео. Поэтому вот в формате слайд-шоу, но постарался сделать его максимально полезным и содержательным. Характеристики изделия. Мощность 1100 ватт. Ширина скашивания 32 см. Есть 3 варианта позиции и высоты покоса. Объем травосборника 30 литров. Упаковано изделие хорошо. Как видно, колеса, рукоятка, блок рычага управления и травосборник отсоединены от изделия. В подарок даже положили фирменные салфетки Днепроэм. Нож на косилке уже был закреплен. Розетка для подключения, как и на многих других газонокосилках, типа ПАПА. Поэтому необходимо приобрести соответствующую длиннитель. Он в комплекте с изделием не ишел. Как видим, гарантийный срок работы изделия 2 года. В течение которого компания Днепроэм готова проводить бесплатное сервисное обслуживание и гарантийный ремонт. В этом я убедился лично, когда ремонтировал по гарантии электропилу Фореста. Перейдем к установке колес. Колеса устанавливаются у оси направления A, потом надевается металлическая шайба. В отверстия, расположенные на осях, устанавливаются до упора шплинты. Направление движения, которое обозначено английской буквой B. Для фиксации шплинта его концы необходимо развести в стороны. Для этого можно воспользоваться плоской отверткой. Также здесь предусмотрен для удобства посадочный паз. Ну и потом надевается колпак на колесо. Установка рукояток тоже осуществляется очень просто. В нижнюю рукоятку необходимо ставить соответствующие отверстия кронштейна. Верхняя и нижняя части тоже соединяются без труда. Для скрепления рукояток в комплекте идут баранчиковые винты в пластмассовом корпусе, которые можно закрутить просто от руки, без использования ключа. Шнур питания фиксируется двумя фиксаторами на рукоятке. Для установки травосборника необходимо для начала поднять крышку. Он фиксируется рукояткой один, после чего уже можно крышку опустить. Включение косилки. Подключается прибор к источнику электропитания. Потом нажимается на кнопку блокировки от случайного включения. Далее нажимается на рычаг включения. После этого можно отпустить кнопку блокировки от случайного включения. Для выключения газа на косилке просто нужно отпустить рычаг включения. Косилка работает хорошо. В фото видно участок со скошенной травой. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. В первом закрепленном комментарии приводятся ссылки на обзоры других инструментов Фореста. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube.